Добрый день, здравствуйте! Сегодня хочу поделиться с вами с таким нехитрым рецептом, который понравится всем, и детям, и взрослым, и мужчинам, и женщинам. Дома обычно всегда есть картошка, яйца, ну, помидоры, лимоны. Это такое дело, есть нету тут, особо и не важно. Но зелень, это хорошо. Если у вас есть зелень, то всё в порядке. Сыр, лучше твёрдых сортов, если нет, сойдёт и творог. Масло и куриная грудка. Соль, перец, куркума, немножечко мускатного ореха, зубчик чеснока. Вот и всё. Давайте начнём. Чеснок, если хотите, добавите, если нет, то и не надо. Теперь нам нужно нарезать картошку, натереть сыр, отварить курицу, нарезать зелень. Ну, и всё. Давайте же начнём. Картошку нарезала я вот такими тоненькими колечками, миллиметр, полтора миллиметра, чтобы потом мы могли скрутить рулет. На бумагу натерла сыр. Видите, я его натерла мало, как бы, как скряга, да, чуть-чуть. Но это только для того, чтобы картошка схватилась и не сильно прилипала к бумаге. Бумагу можно было смазать маслом. Я чуть-чуть смазала, но подумала, очень много масла тоже нам ни к чему. Выложила картошку и сверху опять потерла сыр. Если вы используете жёлтый сыр, это очень хорошо, оно вам поможет склеить ваш картофель. Но если у вас будет творог или какой-то сливочный сыр, вот этого вы не получите. Он у вас будет потом рассыпаться, картошка, вернее, будет рассыпаться. Нарезала курицу, поставила её вариться, минут 10 повариться достаточно. Лук, тут у меня был ещё один чесночок, зелёное пёрышко чеснока. Мята, как видите, я обязательно добавляю его, если у меня есть где-то чеснок, я добавляю мята. Тогда не бывает, вот, после запаха, как бы, перегара. Щавель тоже нарезала, но если нет щавеля, можете взять шпинат. Всё, картофель у нас уже готов. Прошло, наверное, минут 20, и картошка уже хорошенечко вот так приготовилась. Теперь на нарезанную зелень разбили яйца и хорошенечко перемешиваем. В принципе, если хотите, чтобы он был такой удивительный, такой, совсем-совсем-совсем такой, для праздничного стола, то вам надо было взбить белки отдельно, желтки отдельно, а потом соединить с зеленью. Тогда бы получилась такая пышная масса, и всё равно, когда она пропечётся, она чуть-чуть сядет, так как мы туда не добавляем муку, крахмал и ничего прочего. И вот, как видите, после того, как спеклось, что получается, сюда же, я уже покрошила куриную грудку, сделала вот такие маленькие кусочки, я насыпаю вот эту грудку, сверху обязательно посолю, поперчу, да, и не забудьте обязательно зелень тоже посолить, поперчить. То есть, вот того количества соли, перца, куркумы вы разделите на несколько частей, и каждую по чуть-чуть подсолите, поперчите. Сверху насыпаю сыр. Ну и всё, теперь можно закручивать. Курица готова, картошка готова, яйца с зеленью тоже уже пропеклись. Больше ничего готовить не надо, только скрутить рулет и подать на стол. Но это надо сделать очень быстро, пока это всё горячее. Посмотрите, чтобы ваши пальчики не обжарились, не сгорели, не подгорели. Вот так, аккуратненько скрутила. У меня проблема, дети не едят зелень. Вот я, как говорится, везде стараюсь, чтобы у меня была зелень. Зелень – это минералы, это витамины, это витамин С в основном. Вот такой рулетик у меня получился. Скоро подойдёт внучка, которая совершенно не ест ни помидоры, ни зелень. Посмотрим, что будет. Я такое готовлю первый раз. Делала в других вариациях, но в таком виде нет. Я отрезала, чтобы вы увидели как. Ну, сейчас ещё отрежу кусочек. Вот он, чем дальше, он вот такой получается. Более аккуратненький. Резать надо широкие куски, чтобы не развалилось. Ну, вроде бы всё рассказала. Осталось только сказать, напомнить вам. Поделитесь обязательно этим видео. Продукты недорогие. Вид приличный, вкус отличный. Что же нам ещё надо? Желаю вам удачи, успехов, здоровья. Поделитесь видео, поставьте лайк. А кто не подписался, если хотите, подпишитесь. У меня всегда хорошие рецепты. Я не хвалю себя. Так говорят. А пока, пока, пока. Увидимся.